Вот бар алкоголь, который я не пью. Вот, и сижу, и сижу. Кстати, смотрите, сколько соблазна у меня, сколько бутылок у меня. Вот, мой напиток. Скажу вам, с этим стилем жизни, который я веду, да, приходишь все время вот так вот. Классный бар. Ну что заказать? Что заказать? Реально. Ничего нельзя заказать, кроме кофе. Или воды. Это кофе-вода, все. Кстати, да, короче, надо воды заказать. Сейчас, где пациент, сейчас закажем воды. Ну, можно иногда заказать воды с газом. Вот при таком образе жизни, приходишь, столько коктейлей, и все алкогольное. Все, все алкогольное, да? А, нет, смотрите, столько коктейлей, все алкогольное. Все алкогольное или с сахаром. На алкоголь я не пью принципиально, а сахар я не могу, потому что я на фитнес-диете сижу. Вот. Почему я заказываю часто кофе? Сок тоже нельзя, потому что на фитнес-диете сижу. Почему часто заказывается кофе? Потому что, ребята, закажешь сок, это сахар. Апельсиновый сок, это сахар. Там вот любой этот коктейль, вот меню, например, да? Вот посмотрим, что в меню у нас, да? Смотрите, все это алкоголь или сахар, алкоголь или сахар, алкоголь или сахар, или химия вообще какая-нибудь, не дай бог. То есть, и получается, что вот единственный натуральный напиток – кофе. Все, вот самое безвредное из всего этого меню – это кофе и вода. Мне очень, я очень люблю бары, мне очень нравятся бары, да? Ну, все эти бутылочки красивые там, все круто там, вот это все, вот весь сервис этот, там официанты, все понты, но в барах я могу пить только кофе и воду. А, еще, кола без газа, но кола без газа – это тоже гадость, это химия. Вот. Такие вот дела. Так что, самое интересное – вот еще что. На таких диетах, на которых я сижу, ну, на здоровой диете, да? То есть, диета человека, который не ест всяких днев. Идешь дьюти-фри, вот просто дьюти-фри раньше, да? Идешь дьюти-фри, вот я в свое время, когда курил сигареты, там, любил сигары, это курить, вот, любил алкоголь дорогой, любил шоколадку всякий и так далее. Я проходил и думал, боже, как же мне пройти мимо дьюти-фри, все не купить, да? Сейчас, представляете, ты ходишь в любой аэропорт, идешь в дьюти-фри, и там просто гигантские-гигантские магазины, огромные магазины, где ты ничего не можешь купить, потому что все это просто не ешь, не пьешь, и не употребляешь никаким образом. Просто вообще все мимо тебя. Я тоже, смотрите, в дьюти-фри прихожу, и что я покупаю? Бутылку авиант и эспрессо. Вот просто все, больше ничего нельзя. Кошмар, да? Так мы живем. Поэтому вы говорите, там, монастырь, там надо уйти, там мне, да, и так далее. Мы уже фактически, те люди, которые ведут здоровый образ жизни, те, кто зазоршен, мы при жизни живем в монастыре, мы круче тибетских монахов, друзья, почему? Потому что тибетские монахи не имеют такое огромное количество соблазнов, которые имеем мы. У них нету жизни, в которой вокруг огромное количество алкоголя, там, кокса, табака, там, травы, всяких телок, там, да. Они живут там, чистый воздух, природа вокруг листики, там, и горы, и все. И там нету ничего. Конечно, просто быть тибетским монахом на аскетизме. Сидишь там в горах у себя, там, захотел там чивос классный, а его нет, там, коньячку захотел, а его нет, табачку захотел, а его нет. Поэтому ты такой крутой прокачанный. Так вот, спустись с гор, если ты тибетский монах, ты смотришь сейчас мою трансляцию, пойди в какое-нибудь злачное место, вот, и попробуй сдержаться, и все это вот не употребить. Знаете, как сложно, да, поначалу было? Но, я, поначалу было очень реально сложно так начать жить. На самом деле. Я сейчас так живу с, я сейчас скажу, когда это произошло, с 2000, с 2013 года, с 2003 года, так, 2003 год, сейчас скажу, 2006 год, я написал, пью, 2004 год, я полностью прекратил пить алкоголь и курить. И с 2013 года, я полностью прекратил употреблять сахар, соль, там, хлеб, значит, все вот это дело, да, но только, когда дни читинга у меня, дни читинга, я могу там что-то сажать, вот, круассант какой-нибудь сажать, например, или когда я, например, на массу, короче, типа, но это бывает редко, вот, это бывает, когда я к техникам занимаюсь и каждый день сжигаю, там, по 2-3 тысячи калорий, и тогда я жру все, вот сейчас как раз такой этап, я жру пиццу, макароны, там, вот, розовая, розовая соль, да, употребляю розовую соль, вот, готовлю с розовой солью, есть такая штука, да, я действительно употребляю розовую соль, но обычно белую нет, вот, охуеть, прям совсем не бухаешь, совсем не бухают, да, это странно, да, сахар или соль, и пища пресная, это тебе кажется так, у тебя вкусовые привычки, сейчас, в жопе, поэтому, то есть ты привык питаться дерьмом, вот, и жрать дерьмо, поэтому тебе кажется, что все, что не дерьмо, это все невкусно, это проходит через месяц, примерно, после того, как ты начинаешь чистые продукты есть, вот, вот, красота, красота,